МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Бесплатное лекарство или денежная компенсация? Что выбрать льготникам? За мусором раз в неделю, как твердые коммунальные отходы вывозят с территории индивидуальной жилой застройки? Настольный теннис, клуб авторской песни и тренажерный зал. Клуб здоровья провел день открытых дверей. Далее расскажем обо всем подробно. Указом президента расширен перечень лекарств для федеральных льготников. До октября у пациентов, которые претендуют на обеспечение бесплатными препаратами, есть выбор. Они могут решить, что для них лучше – получить бесплатное лекарство или денежную компенсацию. Почему врачи считают, что лучше выбрать соцпакет, расскажем в следующем репортаже. Бесплатные лекарства и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, проезд на пригородных и междугородних поездах до места лечения и обратно. Все это доступно тем, кто имеет право на набор социальных услуг. В нашем городе им пользуются 1332 человека. Это граждане-инвалиды, дети-инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции и в Семипалатинском поликоне, а также категории, приравненные к ним. Ветераны войны, инвалиды войны, участники боевых действий и жители блокадного Ленинграда. Люди, которым положен соцпакет, имеют право от него отказаться в пользу ежемесячной денежной компенсации. По Сарова она составляет 1155 рублей. По словам врачей, отказываясь от льготных препаратов, пациенты часто совершают ошибку. Как правило, это пациенты, имеющие серьезные заболевания. Стоимость одного препарата достигает нескольких сотен тысяч. В случае, если пациент принимает решение в пользу получения денежной компенсации, вся стоимость лечения ложится на его плечи. Даже если сейчас пациент здоров и не нуждается в лекарствах, нет гарантии, что до конца года его состояние не ухудшится, не обострятся хронические заболевания. Препараты для лечения бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, сахарного диабета и ишемической болезни сердца в основном стоят очень дорого. Денежная компенсация не способна покрыть расходы на их покупку. Вернуть право на получение льготных лекарств можно только один раз в год, до 1 октября. Для этого нужно написать заявление в пенсионный фонд. Право на соцпакет вступит в силу только с 1 января следующего года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Индексация, одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции. Клиническая больница номер 50 получила 4 новых автомобиля скорой помощи. Машины оборудованы всем необходимым для транспортировки тяжелобольных пациентов. Среди медиков также пополнение. Ряды КБ пополнили врач-терапевт, педиатр и стоматолог. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Льготные программы по стимулированию спроса на российские автомобили продлили на следующий год. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов. Речь идет о двух действующих программах. Первый автомобиль и семейный автомобиль, по которым государство компенсирует отдельным категориям россиян часть процентной ставки по кредиту. Те, кто решит воспользоваться этим предложением, могут сэкономить до 25% от цены машины. Максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по этой программе, составляет полтора миллиона рублей. 11 сентября в России стартует конкурс «Народная участковая-2020». Как и в предыдущие годы, жителям страны предлагают выбрать лучших сотрудников полиции, которые днем и ночью охраняют покой и безопасность сограждан. Своих кандидатов выдвигает каждый город. Первый этап конкурса продлится до 20 сентября. Поддержать лучшую, по мнению саровчан участкового, можно будет на официальном сайте Нижегородской полиции. Саровчане сразятся за главный титул любительского баскетбола в России. В эти дни в Севастополе проходит решающий турнир сезона межрегиональной любительской баскетбольной лиги «Суперфинал МЛБЛ». Участие в нем принимает рекордное количество команд. 24 мужских и 10 женских, в том числе саровский БК «Атом». На протяжении недели лучшие участники региональных турниров МЛБЛ будут бороться за звание чемпионов России среди любительских команд. В Нижегородской области разрешили возобновить работу читальных залов библиотек. Посетители допустят в масках и перчатках. Рассаживать их будут соблюдением дистанции. Поверхность столов необходимо дезинфицировать после каждого посетителя. «Начался учебный год. Для школьников и студентов очень важно иметь возможность полноценно работать с учебной и научной литературой в читальных залах. Мы рассчитываем, что сотрудники библиотек обеспечат необходимый уровень безопасности», – отметил Глеб Никитин. Также изменениями в указе разрешается продажа продуктов питания, в том числе напитков, в кинотеатрах. Только в герметичной упаковке. Поступало очень много обращений по поводу продажи еды и напитков. «Действительно, это давно уже стало важной частью просмотра фильмов и дополнительным источником доходов для предпринимателей. Поэтому во взаимодействии с санитарными врачами мы решили принять эту меру», – добавил губернатор Нижегородской области. Изменения касаются также проведения спортивных мероприятий. Сдавать мазок для тестирования на коронавирусную инфекцию теперь можно не за два, а за три дня до соревнований. Ношение масок не обязательно для спортсменов и судей в период тренировок и соревнований. В организациях, которые проводят спортивные мероприятия, также снят запрет на продажу продуктов питания, в том числе напитков, произведенных и упакованных в заводских условиях. Между тем, одну из школов в УИКСе перевели на дистанционное обучение. Это на своей странице в Инстаграм подвердил министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Коронавирус подтверден у нескольких педагогов и сотрудников учреждения. Среди детей заболевших нет. В школе 952 обучающихся. Для них организуют дистанционное обучение на образовательных платформах. За минувшие сутки в России COVID-19 подтвердили у 5185 человек. 151 новый случай заражения зарегистрирован в Нижегородской области. В Сарове за выходные заболело еще 16 человек. Из тех, кто госпитализирован, 19 находятся в состоянии средней степени тяжести. С 5 сентября мусор из ТИЗа района аэродрома и Яблонево сада раз в неделю вывозит специальная машина. Она ездит по улицам и сигналит, в это время жители должны вынести мусорные пакеты и самостоятельно погрузить их в кузов. Как к этой инициативе относятся горожане и как выглядит сбор на самом деле, расскажем в следующем репортаже. С начала года жильцы домов в районах Яблонево сада, аэродромы и ТИЗа жаловались, что мусор перестали забирать по графику из индивидуальных контейнеров. Вместо привычного сбора саровчанам предложили относить отходы за сотни метров в специально установленные места, что неудобно и тяжело, особенно для пожилых людей. Департамент городского хозяйства пытался найти альтернативу. Мы считаем, что действительно целесообразно вернуться с территории ИЖС к вывозу с индивидуальных контейнеров. И при этом рассматривать в перспективе опять вопрос отхода от этих контейнерных площадок. Потому что контейнерные площадки ставились с учетом организации требований раздельного сбора. Но как обычно реформа и бежит вперед. Мы стараемся обеспечить ее реализацию путем создания специального инженерного оборудования. А сознание людей отстает. Этой осенью чиновники приняли решение, что мусор из частного сектора региональный оператор МСКНТ снова будет забирать от домов по графику. Но по другой схеме. Мусоровоз будет проезжать мимо в установленное время. Как только автомобиль подъедет к конкретному дому, его жильцы должны самостоятельно погрузить в него пакеты с отходами. Подразумевалось, что жителям будет подаваться сигнал о прибытии. В начале объезда это не самая хорошая идея. В выходной день до обеда взрослые дети могут еще спать. Сигнал в 10 утра может нарушить их покой. Вариант с пакетированным вывозом местных жителей тоже не совсем устраивает. Мы вернулись в Советский Союз. Раньше вот так вот тоже машина подъезжала, бибикала, народ выходил, выносил мусор. Ну и дальше ехала. Для меня лучше было, конечно, когда у каждого дома стоял свой контейнер, не было никакой грязи, каждый следил за этим контейнером, была чистота и порядок. Народ, я не знаю, ну следили за этим, за всем. Машина подъезжала, каждую субботу подъезжала, выгружала этот контейнер. Раньше мы баки выложили, они высыпали, мы завезли и никаких проблем. Сейчас в бумажке было написано, что нужно пакеты выносить. Но пакеты за неделю мы собираем, мусора немало. Вынести пакет, он рассыпется, опять будет эта грязь. Почему не так? Те, кто не успел вовремя вынести пакеты, по-прежнему могут выбросить их на контейнерных площадках, которые находятся на удаленном расстоянии от домов. Учтут ли городские власти мнение, саровчаны найдут ли золотую середину в решении мусорной проблемы, покажет время. В году четыре чудных времени библиотека имени Маяковского приглашает саровчан принять участие в творческом проекте и создать поэтический календарь. Конкурс посвящен поэту-лирику XIX века Афанасию и Фету. Участникам нужно будет сфотографировать или нарисовать пейзаж и подобрать к изображению отрывок из стихотворения. Осень – удивительное время года, когда природа меняет яркие летние краски на приглушенные теплые оттенки. Это пора, когда улицы, дворы и скверы становятся необычайно живописными. В разные века красоту этого времени года воспевали многие поэты. Опять осенний блеск деницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводят птицы и мчатся следом за теплом. Это стихотворение Афанасий и Фетт написал ровно 129 лет назад, 7 сентября 1891 года. В этом году отмечается 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика. К юбилею Афанасия и Фетта библиотека имени Маяковского подготовила творческий конкурс. В году четыре чудных времени. Читателей приглашают принять участие в создании поэтического календаря. Мы предлагаем нашим читателям создать поэтическую страничку. На этой страничке должно помещаться изображение любого времени года. Либо это будет фотография, либо репродукция картины известных художников, либо может быть даже свой рисунок, и обязательно сопроводить поэтическими строками. В конкурсе могут принять участие не только саровчане, но и жители других регионов. Работы принимаются в двух номинациях. Перелистаем календарь стихами, и его строка с природой сольется. В первой номинации рисунок сопровождается стихами любых авторов и даже приветствуются свои сочинения. А вот вторую номинацию мы полностью посвящаем нашему юбиляру Афанасию Фету. Работы нужно присылать до 30 ноября на электронную почту абонемент 2016 собака яндекс.ру с пометкой «Конкурс в календарь». До 15 декабря жюри определит победителей в каждой номинации. Все остальные участники получат дипломы. Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте библиотеки имени Маяковского. Секции спортивной, патриотической и исторической направленности, а также обучение вокалу и игре на гитаре. В клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. Ребятам рассказали об объединениях и познакомились с педагогами. Подробности в следующем репортаже. Скрип железа, правильное дыхание и напряженная работа мышц. В секцию троеборья подростки приходят, чтобы из угловатых мальчишек превратиться в спортивных юношей. В небольшой комнате есть тренажеры на разные группы мышц. Так что при желании и усиленной работе результат будет заметен. Валерий Краснов среди всех спортивных секций города выбрал именно силовой троеборь. Я давно хотел прийти в тренажерный зал, чтобы нарастить мышечную массу, стать сильным, чтобы у меня фигура была красивая, сильная. На первой встрече с тренером Валерию пришлось доказать серьезность своих намерений. Светлана усадила его на тренажеры и показала, какие группы мышц они развивают. Юноша внимательно слушал наставления тренера и старался правильно выполнять упражнения. День открытых дверей в клубе здоровья – это то время, когда можно обойти все секции, побеседовать с педагогами и выбрать понравившееся направление. Секция настольного тенниса – это еще один вид спорта, который могут освоить юные саровчане. Занимается с ребятами Ольга Федоркина. Я сама была ребенком, пришла, мне очень понравилось, заинтересовалась так, что до сих пор тренировалась когда-то сама. Теперь я свой опыт передаю ребятам. Со стороны кажется, что настольный теннис – самая легкая игра. Всего-то надо перекидывать легкий шарик через стол. На самом деле этот вид спорта требует от игроков серьезной физической подготовки, а также закаляет характер. Принимают детей в секцию настольного тенниса с шести лет. Во-первых, он развивает реакцию, зрение. У тех ребят, которые слабое зрение, они вот здесь восстанавливают его. Затем идет закалка характера, потому что, ну, когда играешь на счет, ты стараешься выиграть, не сдаваться. В клубе здоровья также идет набор ребят в объединении патриотической и исторической направленности. Мальчишек и девчонок ждут секции фехтования и ролевого моделирования «Армир» – военно-патриотический клуб «Разведчик». Елена Грецкова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова